Всем привет, с вами Тони Мосс, Мюзик Академия. Сегодня у нас в гостях Форд Драмбел, основатель лейбла Фэйр Саунд Рекорд, специальный корреспондент российского издания журнала DJMAG. Привет, салют, всем привет, как на настроении? Да, все отлично, как всегда, замечательно. Замечательно. Расскажи о своих проектах, что сейчас актуально, что всех на слуху, чем занимаешься? На самом деле, проектов много, очень разных, и в рамках лейбла очень много интересных проектов. Один из готовящихся сейчас мы открыли, наконец-то, серию мероприятий, которые являются официальными мероприятиями от лейбла Фэйр Саунд Рекордс, ближайшие из которых будет 26 сентября в клубе Норд Хоул, название мероприятия Redness, с очень интересной концепцией, интересными диджеями, интересными музыкантами. Будет, в принципе, достаточно весело, достаточно интересно. Всех сразу приглашаю на это мероприятие. Собственно, ты тоже будешь там, подкорный слогалос, да, будет тоже открывать это мероприятие. Клуб Норд Хоул, он 26 с 11 до 6 утра. Да, все как положено. Помимо этого, да, сейчас журнал Digimac начинает активно развивать свое российское издание. Я являюсь специальным переспондентом по special events, то есть на специальных ивентах, одним из которых крайним был Sensation, где мы брали интервью для журнала у Мартина Геррикса, восходящей звезды, ну как восходящей, зашедшую, да, и Label Firesundraker также принимает в этом активное участие. Помимо всего прочего, сейчас мы будем также активно развивать издание композиции. Мы взяли очень широкий охват по трекам, по стилистикам. Мы берем сейчас все виды хаоса, берем комплекстры, берем техно, берем чиллаут, что если, возможно, кто-то из зрителей заинтересуется, то добро пожаловать на нашу страницу ВКонтакте. Будем рады видеть ваши работы, вашу демо у нас. Вот как-то так. Слушай, по поводу рекорд-лейбла. Какие артисты сейчас там есть, с кем вы работаете? На самом деле, ты знаешь, мы придерживаемся этой концепции, что нет смысла брать сейчас каких-то уже совсем раскрошенных артистов. Мы пытаемся найти какой-то свежак, пытаемся найти что-то новое. Сайт, стартап какой-то, сайт. Ну да, 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 потому что многие имена, которые уже на слуху, они, в принципе, уже приелись и как-то не так интересно. А на самом деле, как выяснилось, когда я только начинал работать над лейблом, что очень много таких нераскрученных ребяток, у которых действительно толковая музыка. Да, и сейчас вот один из таких, наверное, наиболее ярких ребят, которые сдаются на лейбле, это Томас Пи. Парень пишет совершенно потрясающую бигру. Думаю, что в ближайшем будущем, возможно, это новый тьесто. Нет, ну, без каких-либо шуток парень, кстати, пишет очень крутую музыку. Из таких более, как это сказать, наверное, андеграундных артистов, один из наших президентов Крис Мгасса. Парень работает в таком Deep Experimental Techno. Очень интересная у него работа, и на одном из наших мероприятий тоже его можно будет послушать. Ну, и ваш покорный слуга тоже там есть, само собой. Хорошо, а для Джей Мага, где ближайшие... Какое ближайшее мероприятие, где... Знаешь, на самом деле сказать вот так вот сходу достаточно сложно, но я думаю, что где-то в Европе, скорее всего, будет ближайшее событие. Мы должны были работать буквально вот совсем недавно по Мору Уолт, но, к сожалению, там немножко с организаторами не срослись. Но, увы, увы, так бывает, ничего страшного нет. Думаю, что в любом случае, как российское здание посетим мероприятие в следующем году. Также, насколько мне известно, да, поскольку я хорошо достаточно сотрудничаю с фестивалем «Сенсейшн» и с «Ради рекорд». Большой сюрприз ждет поклонников этого фестиваля в следующем году. Да, да, я не могу пока разглашать, какое имя. Интрижку надо? Интрижка, да, интрижка, на самом деле, очень серьезная. Так, по вторичным каким-то проектам, лейбл планирует сейчас большую свою презентацию в клубе «Спейс». Уникальные декорации будут, уникальный перформанс. На самом деле, это мероприятие аналогов не имеет. И благодаря тоже поддержке «Ти-джи-Мак», оно, в общем-то, сейчас набирает обороты, да, и реализуется в жизнь, так скажем. Круто. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Увидимся на мероприятии «Рэднос». Да, 26 числа мы всех ждем. Спасибо. Всем до встречи, пока. Тони Мосс, Юрик Академия. Пока.